Ковидная пандемия, на смену которой пришла обезьянье ОСПА. Плающая Украина. Сегодня ровно 100 дней, как идёт спецоперация. Глобальная угроза голода в некоторых регионах Земли. Такова сегодня информационная повестка, конфликтная и раскалённая. И открытие новой детской поликлиники в Минске на этом фоне контрастирует. И, честно говоря, особенно радует. Впрочем, разговор с прессой, если и происходил у стен новостройки, то не ограничился медициной. После приятной церемонии открытия разговор об остром и актуальном. Например, цены в магазинах набирают скорость. Как их остановить? Хотя есть и пример. Новые автомобили «Джили», что собирают под Борисовым, после критики президента, стали дешевле. Я как владелец «Джили» не мог не отметить вашу критику, которая звучала в понедельник. Какая марка? И после вашего замечания госконтроль проверил, резервы нашли, ценник спустили. Пока на 15%, что будет дальше, мы посмотрим. А вот что касается других категорий товаров. Понятно, когда доллар поднялся, цены тоже поднялись. Но когда доллар вернулся и откатился назад, по многим позициям цены остались такими же. Вот что с этим делать? Ну, будем делать все, что возможно. И в том числе, не в том числе, а прежде всего. Наши все рыночниками, Саша, и ты тоже такой великий рыночник. А вот он рынок, видите, как регулирует. Может отрегулировать так, что будем в магазин ходить, как это когда-то было, как музей. Посмотрели, ничего купить не можем. Вот вам и рынок. Поэтому будем прежде всего контролировать эти процессы. Ты правильно сказал. Подскочил доллар, ну ладно, там импорт и прочее поднялись цены. Мы импортозависимые. Доллар упал. Ну, почему же продавцы там и поставщики не привели цены в соответствие с долларом, если они ссылаются все время на доллар? Не привели. Вот вам и рынок. Поэтому будем контролировать и спрашивать будем жестоко. Я с тех, кто должен это контролировать. А система выстроена. Профсоюзы, депутаты, кроме того, что Министерство торговли, законодатель, ну и Комитет государственных контролей, хотя это, в общем-то, не их вопрос. Знаете, здесь есть объективная вещь. После введения разного рода санкций, во-первых, или даже во-вторых, а во-первых, пандемия, которая подхлестнула инфляцию, если ты слышал, я об этом говорил, денег море напечатали, ну и заработать все хотят, рыночники и так далее. Вот это способствовало повышению цен. То есть мы завезли инфляцию со стороны. Жили, это пока что на половину импорт. И, конечно, те, кто нам поставляет комплектующие, тоже хотят заработать. Добавьте к тому, что изменилась логистика. Если мы напрямую раньше взяли у производителя эти запчасти, комплектующие, привезли, сложили, оплатили, сейчас и с оплатой логистика изменилась, и с поставками и так далее. Это повлияло. Это объективная вещь. Но есть и субъективная. В этой ситуации надо изыскивать нормальную логистику. Да, она будет немножко дороже. Поставки туда-сюда. Оплата. Немножко, но не наполовину. В данном случае жили производитель. Он решил, а чего там особо переживать? Я произведу меньше. Причина повышения цен есть. Логистика там кто-то хочет, не хочет. Придумают. Меньше произведу, за большую цену придам и буду в шоколаде. Так не получится. И это был сигнал. Если те, а услышали меня миллионы, если не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой. Поэтому в ближайшее время ты увидишь, что будет с ценами. Но я просто хочу, чтобы аналогичным образом поступили все, кто меня услышит, и посмотрели на ценообразование. Да, санкции формируют новые правила и влияют на цены у нас. Но они же бьют с размаху и по европейцам. Отсюда ключевой вопрос. А оно им надо, если сами платят дважды, а за бензин то и трижды? Вы думаете, достаточно ли евросоюзникам шестого пакета санкций, чтобы положить собственную экономику, или остановиться и подумать, либо надо им еще? Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Вот когда они увели по автомобилям эти санкции, что нельзя нам туда ездить, хорошо, нельзя, тогда и вы не поедете. Но, слушайте, не поедете, я же себе вовред сделаю. Заезжаете на нашу территорию, оставляете фуру, мы берем ее на прицеп, в прицеп и везем туда, куда надо. Ох, как взвыли. А что вы водите? Вы же инициаторами этого были. И так везде. Поэтому прежде чем что-то думать, ты думай, чтобы хотя бы в ногу попасть, а не в голову. До шестого пакета дошли, и некоторые там, кто в этом еще понимает, типа премьер-министр Венгрии, это взрослый человек, он что-то разбирается, не потому что он там занимает какую-то оппозицию. Останавливаются, думают, господи, что мы натворили? Надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем. Они и так рухнут. Вот посмотрите, год, и потом пойдет обвал. Самый идеальный вариант для Европы, я же уже опытный, старый политик, могу сказать, самый оптимальный, это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия, ну я имею в виду постсоветское пространство, это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнились. Но безмозглые в этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерная, боеголовки, все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу. Но смотрите в этой связи, что происходит. Американцы всегда хотели ослабить Европу. Трамп вообще разрушить решил. Оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клешчик, взяли Европу. Вы же сильные технологические прочие. Ядерная держава, Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. И Россия готова к этому. И создайте сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, с нами и Америка. Нигде не денутся. Утихомирятся, успокоятся. Нет, не могут. И по объективным, по субъективным причинам. Ну а Польша, вы видите, и туда, и сюда, и примем беженцев, и не примем. И деньги дайте, и через нас деньги в Украину. И уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. В продолжении украинской темы Александр Лукашенко раскрыл подробности нарастающего противостояния внутри киевской власти. Если так пойдет и дальше, оно будет только нарастать. Ведь пока на фронте гибнут люди, в украинских силовых кругах, мягко говоря, мало кто поддерживает объятия Зеленского и Дуды. А также особый статус поляков в Украине, что бы это ни значило. Будь то раздача территорий, предприятий или ресурсов. В общем, по нам, даже в западной части страны не будут рады, несмотря на овации в Верховной Раде Киева. У них начинается вот это противостояние между президентом и военными. И я уверен, военные снесут голову любому. Украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому. Особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь самостоятельную, вольную Украину. Они не хотят, чтобы там не только русские белорусы не были, но и поляков не было там. И они снесут голову всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом уже сказал. Смотрите, сбывается. Поэтому нам это надо видеть. И я же тогда, помните, сказал, еще к нам и к россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину. И это будет. Глобально вопрос последовал от телекомпании «Мир». Впереди мировой голод и продовольственный кризис. Как здесь быть в Беларуси? Вопрос получился в десятку. Ведь именно сегодня, примерно в течение часа, на связь с президентом Беларуси должен был выйти генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, чтобы обсудить и голод, и зерно, и транзит через Беларусь. На ваш взгляд, пути разрешения вот этого глобального продовольственного кризиса какие могут быть? Вот я понял твой намек, связи с этим зерном, 20 миллионов тонн, если они там еще есть. По оценкам россиян и нас, они вообще не решают проблему. Это на какое-то время. Но главная проблема – освободят в Украине склады для нового урожая, если он будет, и заберут последний кусок хлеба у украинцев. Проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени черный континент. Всю Африку. Вот в чем главная причина неравенства этого. Поэтому надо раскошелиться не на оружие европейцам, американцам и прочим, и китайцам, и россиянам богатым, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию. В Африке все может расти. А вот эти конфликты пшеница поставляющих стран, которые экспортируют пшеницу Украина и Россия, пшеница, кукуруза, подсолнечник, подсолнечное масло, они усугубили ситуацию. Вот в чем проблема. И сейчас все ищут логистику. А где? А как? Я просто смотрю, Гутерреш должен звонить, Ген Сякуон, как раз вот по этому вопросу. Пожалуйста, мы можем поговорить. Кто против? Самое лучшее направление, мы с Путиным определили пять. Беларусь. Пожалуйста, мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе не хватает. Поэтому мы не против. Везите через Беларусь. Ну, ребята, компромиссы должны быть. Мы вам, вы нам. Почему мы должны искать где-то порты для того, чтобы свою продукцию, в том числе минеральное удобрение, поставлять? Давайте, открывайте порты, будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицы. Ну, безумцы. Поэтому дело не в зерне. Вывезем мы это зерно. Но миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, в том числе Америка, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. И, кстати, о США и помощи. В Штатах с полок исчезло детское питание. Это одна из горячих тем на их телевидении. Как вы считаете, можем ли мы выступить с инициативой по оказанию гуманитарной помощи, детского питания американским детям? Несмотря на наши напряженные политические отношения, дети определенно здесь ни при чем. И даже если вдруг американская сторона как-то отреагирует резко на это, это уже и с детям. В Белоруссии эффект информационной бомбы произвела спецоперация КГБ по возвращению на родину белорусских дальнобойщиков. На УНТ об этом недавно вышел большой спецрепортаж. Впрочем, президент и без того владеет всеми подробностями спецоперации, за которую сегодня благодарили. Наши коллеги сделали фильм «Дороги домой». И все же там далеко не все подробности, которые хотелось бы знать. Может быть, вы можете нам что-то рассказать? Нет, я что-то могу, что-то не могу. Я просто вам концептуально могу сказать, что было несколько вариантов. И один из вариантов был очень острый. Когда надо было проводить военные операции. Ограниченные военные операции, ну, конечно, тайные операции. Надо было зайти, чтобы никто не увидел. Мы определили, где они находятся. Молодцы ребята и наши айтишники. Они определили всех. Я говорю, сколько? 75, по-моему, назвали. Ну, двоих они, сволочи, убили. И чтобы уже не возвращаться, убили. Нам же надо было тела забрать. Мы не могли бросить тела, родственникам отдать. Когда встал вопрос, что мы их заберем, не буду говорить, как. Они из тел повырезали органы, простреленные, просто чтобы мы не докопались, почему погибли. Теперь у нас специалисты хорошие, слава богу. Они прямо сказали, да, эти люди были убиты, их пытали и так далее. И стреляли и прочее. Ну, мы забрали эти два тела и этих ребят. Но параллельно с этой операцией, которую вы, в общем-то, увидели в этом фильме, она обошлась так. Ну, вы понимаете, где-то деньги, где-то шантаж кого-то, где-то что-то. Ну, разные методы. Но обошлось без стрельбы. И нам не пришлось забрасывать туда наших ребят, потому что это было сопряжено с риском. Вот это самое главное. Но если бы не получился этот вариант, конечно, если президент говорит, что мы сделаем, надо делать, чего бы не стоило, конечно, наши ребята пошли бы их освобождать. Главное то, что мужики вернулись в свои семьи. Вы должны понимать, что параллельно было несколько вариантов, в том числе и силовой. Я это честно говорю, но, слава богу, что не пришлось его задействовать, этот вариант. Ну, а что? Американцы так работают. Если где-то один человек, все, они уничтожают виновных, у них есть такая возможность. Есть и у нас, но, я думаю, нам не надо пока к этому прибегать. И силой забирают своих или военнослужащих, или же гражданских людей. То есть есть, в кого учиться. Вот по поводу этой операции, да, то есть мы, по большому счету, ведь проводили операцию впервые на территории воюющей страны. Но мы перестали скрывать, в общем-то... В очень короткий промежуток времени. В очень короткий промежуток времени, да. Это было тяжело. Но, в общем-то, у нашей разведки славное прошлое, настоящее и будущее. Как вы думаете, может быть, раз мы уже перестали скрывать, что мы можем, умеем и сила у нас есть, может быть, по списку террористов, которые есть у нашего КГБ, может быть, нам отдельных лиц принудительно возвращать домой аккуратно. Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время, посмотришь. Идеально ответственно. Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу. Белорусы своих не бросают нигде. Но ситуация в Украине и активность НАТО у наших западных границ всё это требует здесь и сейчас. Плотно заниматься вопросами национальной безопасности. Речь и про армию, и про резерв. Подготовку сил территориальной обороны. Хотел спросить, да, потому что в последние дни наши доброжелатели так активно разгоняют тему создания в Беларуси народного ополчения. Вот можно ли как-то поподробнее рассказать об этом проекте, что это за ополчение и почему оно понадобилось сегодня? Опять же, несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты. Если это твой дом, даже вот у неё там пососедство, где-то у Бродок, Бродок, дача или дом есть, это всё равно её. Она будет с оружием защищать. Это услышали, видимо, в Украине. Ну, вы видели, как они раздавали оружие? Этого быть не должно. Все наши территориалы, они приписаны в батальоны, полки организованы. Мы знаем их фамилии. Мы знаем, всё знаем их данные и оружие им заготовлено. На каждый батальон, на каждый район. Потому что нам, на всякий случай, надо при каждом сельском совете иметь вот это, назвал я его народное ополчение, эту группку людей. Это будет немного. Ну, может, 50 человек. Но они тоже должны иметь своё оружие где-то на складе. Я вам больше скажу. Вчера я не зря пригласил Игоря Шуневича. Военный человек. Человек не чужой. Сколько-то у него 1090 действующих, не действующих охотников. Я говорю, ну а как? Вы что, будете 95 тысяч в стране? Полторы нашей нынешней армии. Давай-ка, дорогой мой, хотя бы тысяч пять. Это отличные стрелки. Отличные. Мы подумаем о том, как их довооружить. Он говорит, нет, не надо. У нас всё есть. Понятно. Задача понятна. И не проблема. Эти ребята не только добывать кабана будут, но они будут пять тысяч. Это сила подготовленных людей. А совсем недавно, наверное, вы знаете, я поручил МЧС. Ребята здоровые, красавцы, мужественные. Ну и из тех тысяч, которые пожары тушат и прочее, и другие, вы можете две тысячи сформировать? Молчат. Идите, считайте. Пришли, посчитали. Говорят, можем больше. Больше пока не надо. Вот две тысячи. Мы им уже оружие, всё. Выделили их, начинаем готовить. Как только что-то начнётся, кнопку нажал, две тысячи там, пять тысяч этих и прочих. То есть какой-то аналог партизанского движения, такого организованного? Оно может превратиться и в партизанское движение. Может открытый характер иметь, а может и превратиться в партизанское движение. Народное это ополчение может быть резервом для территориальной обороны. Два года назад была пандемия, все гвалтом кричали, орали. Вы тогда сказали, что, во-первых, это передел мира, и, во-вторых, это на два года. Вы очень чётко это всё срок обозначили. Я не думаю, что придёт обезьяна в СОСП. Я этого не предусмотрел. Но дай Бог, в Белоруссии обезьяны точно вот эти не забегут. Александр Григорьевич, на Ваш взгляд, вот нынешнее противостояние, вот голод, потом следующий этап будет, миграция явно, потом вот это вот всё. Насколько это может всё затянуться? Точно знаю. Если в Украине сейчас не остановим, СОРОС прав. И Киссингер тоже. Надо сейчас остановиться в Украине. Россияне это понимают. Вот мы с Владимиром Владимировичем часто встречаемся, обсуждаем эти проблемы. Понимают россияне. Поверьте, у Путина и военных России, Шойгу я встречался неделю-две назад, обсуждали проблемы. У них нет вот такого стремления, особенно сейчас, там Украину захватить, ещё чего-то нет. Они просто показали, что с Россией надо считаться, не надо душить русский язык. Ну и самое главное, это безопасность России. Я понимаю президента России, мы по-разному с ним обсуждаем темы, но я его понимаю, ничего не могу сказать, когда он говорит, слушай, но не только Россия, но и Белоруссия находится под ударом. Нам надо думать о том, как защититься, как предупредить и не допустить вот этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение. И всё-таки в условиях жёсткого и бескомпромиссного геополитического противостояния лучшими открытиями сегодня становятся именно такие социальные объекты. А девизом этого дня стало заявление президента «Всё лучшее детям». Поддержка семей, в особенности многодетных, это самые защищённые бюджетные статьи в Беларуси. Александр Злобин, Сергей Янковский, Игорь Хвичиня, ОНТ.